Всем привет! Смотрите как настроить резервное копирование виртуальных машин и конфигурации системы ESXi. Сервера виртуализации играют ключевую роль в современных IT-системах и потеря данных может стать серьезным испытанием для бизнеса. В нашем сегодняшнем видео мы рассмотрим не только важность резервного копирования, но и покажем как сделать этот процесс эффективным и автоматизированным. Виртуальные машины часто хранят критически важную информацию, такую как базы данных, почтовые сервера, веб-приложения и многое другое. Потеря данных может привести к серьезным последствиям, таким как простой бизнеса, утрата клиентов и даже юридические проблемы. Резервное копирование позволяет быстро восстанавливать виртуальные машины после сбоев или аварий, минимизируя время простой системы. Это особенно важно для бизнес-процессов, требующих непрерывной доступности. При внесении изменений в конфигурацию системы, обновлении программного обеспечения или применении патча всегда существует риск возникновения проблем. Резервные копии позволяют откатываться к предыдущим состояниям системы в случае неудачных обновлений. Резервные копии облегчают процессы миграции в новое оборудование или масштабирование инфраструктуры. Вы можете легко восстановить виртуальные машины на новых серверах или в облачной среде. Резервное копирование данных и резервное копирование конфигурации системы предоставляют собой две важные составляющие стратегии обеспечения безопасности в области информационных технологий. Резервное копирование данных фокусируется на сохранении и восстановлении фактических данных, которые хранятся на системе. Это могут быть файлы, базы данных, мультимедийный контент и другие информационные ресурсы. Резервное копирование конфигурации системы ориентировано на сохранение настроек и параметров системы, включая конфигурацию операционной системы, параметры приложений, настройки безопасности, сетевые настройки и другие параметры, определяющие функциональность и структуру системы. Для начала давайте рассмотрим процесс создания резервной копии конфигурации гипервизора ESXi. Самый простой способ создания резервной копии хостовой системы ESXi и восстановления из нее воспользоваться специальными командлетами инструмента PowerCli. Для данного способа резервного копирования у вас должно быть установлено расширение висфер PowerCli. Я покажу, как создать резервную копию на ПК с Windows, подключенному к хостовой машине по сети. Для начала убедитесь, что у вас установлен PowerCli. Запустите PowerShell от имени администратора. Далее для установки выполните такую команду. Далее нужно подключиться к хосту. Для этого выполните следующую команду. Здесь нужно указать IP адрес хоста. И чтобы создать резервную копию конфигурации хостового сервера ESXi, выполните такую команду. Здесь нужно указать IP адрес сервера ESXi и путь, куда сохранить файл резервной копии. У меня это diskd, папка backup ESXi. После выполнения команды в этом каталоге появится файл, содержащий бэкап конфигурации сервера ESXi. Теперь у нас есть резервная копия конфигурации сервера, и при любой поломке вы сможете восстановить его конфигурацию с помощью данной копии. Для восстановления нужно выполнить такую команду. При этом вы должны учитывать один момент – восстановление конфигурации ESXi из бэкапа должно производиться на точно такую же версию ESXi. В противном случае результат не гарантирован. Что касается виртуальных машин, в MWare Vesperia ESXi существует несколько способов создания их резервной копии. Далее будут представлены два основных метода с использованием веб-интерфейса и с использованием утилит командной строки. Для первого способа воспользуемся веб-панелью. Откройте браузер и введите адрес вашего ESXi хоста. Затем для входа в систему логин и пароль администратора. На главной странице выберите вкладку Virtual Machines в левой боковой панели. Найдите нужную виртуальную машину в списке, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите Snapshot – Take Snapshot. Далее укажите имя и описание снимка, а затем нажмите Take Snapshot. Вы можете использовать различные опции для управления снимками, такие как восстановление и удаление снимков, а также восстановить прежнее состояние из одного из сделанных ранее снимков. И второй способ сделать снимок виртуальной машины с помощью PowerShell и PowerClick. Ранее мы уже установили данный инструмент. Далее нужно подключиться к серверу ESXi, открываем PowerShell и вводим следующую команду. Далее для создания снимка нужно выполнить такую команду. Здесь нужно оказать имя машины, затем имя Snapshot и описание. Вы можете использовать другие командлеты PowerShell для управления снимками, такие как Get Snapshot, Remove Snapshot и т.д. Обратите внимание, что создание снимков может потребовать времени и ресурсов. Помните о необходимости регулярного управления снимками, чтобы избежать их накопления и возможных проблем с производительностью хранилища данных. Еще один способ создать резервную копию виртуальной машины с помощью стороннего инструмента GetoVCB. GetoVCB – это скрипт для резервного копирования виртуальных машин в среде VMware ESXi. Он предоставляет гибкий способ создания резервных копий виртуальных машин. Он похож на инструмент VMware VCB для выполнения резервного копирования. Рабочий процесс GetoVCB включает в себя создание моментального снимка виртуальной машины, выполнение резервного копирования, а затем удаление моментального снимка после завершения резервного копирования. Примечательной особенностью сценария является его способность выполнить резервное копирование, пока виртуальная машина находится в сети без необходимости выключения. В качестве простого решения резервного копирования для виртуальной машины ESXi, GetoVCB может каждый раз создавать только полную резервную копию. Поэтому, если вы хотите создавать резервные копии только разностных данных или другими словами создавать инкрементальные или дифференциальные резервные копии, вам нужны другие решения. Для использования данного метода загрузите GetoVCB с официального сайта Gearhub. Нам нужен source-код. Затем нужно включить на хосте ESXi доступ к SSH и загрузить GetoVCB на сервер. Чтобы включить SSH в панели управления в разделе «Hosts» кликните по кнопке «Actions» — «Service» — «Enable Console Shell». Далее, чтобы загрузить скрипт на сервер перейдите в раздел «Storage» и кликните по кнопке «Datastore Browser». В открывшемся окне выберите хранилище, на которое будет загружен архив и нажмите кнопку «Upload». Затем укажите путь к архиву и нажмите «Открыть», после чего начнется загрузка. По завершении его нужно распаковать. Для этого подключитесь к ESXi хосту с помощью SSH клиента, к примеру PuTTY. Введите ipad из хоста, а затем логин и пароль администратора. После успешного входа перейдите в хранилище данных, куда вы загрузили архив, вводим команду «cd» и пуTTY. Далее для распаковки выполните такую команду. Здесь нужно оказать имя архива. Итак, на сервере появилась рабочая папка со скриптом. Создаем здесь специальную папку, где будут храниться резервные копии наших виртуальных машин, назовем ее к примеру Backup. Помимо локального хранилища можно настроить NFS-хранилище. Если у вас есть другой сервер или к примеру NAS, вы можете настроить NFS-доступ и сохранить копию на него. Чуть позже для примера я покажу как настроить NFS-доступ на Synology NAS. А сейчас настроим конфигурационный файл GetoVCB. Для этого открываем его в текстовом редакторе, переходим в папку со скриптом и открываем конфигурационный файл в текстовом редакторе. Для редактирования нажмите клавишу I. Здесь можно поправить некоторые настройки или удалить все и внести только нужные параметры. Для начала указываем путь к папке, где будет храниться бэкап. Формат бэкапа – тонкий том. Далее одна из важных настроек – это расписание. Я настрою ежедневную резервную копию на 2 часа дня. Сделать это можно с помощью параметра cron. Добавим переменную cronMinute. Здесь можно задать цифру от 0 до 59. И переменную cronHour14 от 0 до 23. После запуска скрипта резервная копия виртуальных машин будет создаваться каждый день в указанное время. Далее ограничим число сохраняем их копий, к примеру до 5, чтобы они не занимали много места. Добавим вмбк протейшн каунт равно 5. Это означает, что GetoVCB будет хранить максимум 5 резервных копий. И при создании новой резервной копии, самая старая, превышающая это количество, будет удалена. Теперь сохраним изменения, для этого жмем escape, пишем двоеточие wq. После можно запустить резервное копирование. Чтобы проверить конфигурацию запустите скрипт GetoVCB. Если вы видите ошибку, что копия не может сохраниться и здесь указан путь папки бэкапа не тот, что вы указали в конфигурационном файле, вам нужно изменить файл самого скрипта. Открываем его в текстовом редакторе. Здесь меняем путь к папке резервной копии i для правки, затем escape, двоеточие wq, для сохранения изменений. Еще раз запускаем скрипт. Параметр a указывает на резервное копирование всех виртуальных машин на хосте. Указав параметр f, вы можете добавить список виртуальных машин для резервного копирования. Чтобы создать список откройте текстовый редактор с именем для списка виртуальных машин. Добавьте имена машин, затем escape, двоеточие wq, для сохранения. Команда с использованием списка виртуальных машин будет иметь следующий вид. С параметром c можно добавить каталог конфигурации виртуальной машины. Резервная копия виртуальных машин на основе определенных конфигураций расположенных в этом каталоге. Параметр g указывает путь к глобальному файлу конфигурации. С параметром l вывод будет записан в logfile. Параметр d указывает уровень отладки. К примеру выполним команду, при которой архив не будет сохраняться. Будет выполнен тестовый запуск. Как видим ранее созданные резервные копии виртуальных машин лежат в указанной папке. А сейчас давайте рассмотрим как настроить NFS хранилище на примере Synology NAS. По умолчанию на Synology NAS NFS отключен, поэтому сначала нужно его включить. Откройте панель управления, файловые службы, вкладка SMB, HUB, IFP, NFS. В самом низу установите отметку Enable NFS, NFS версия 4.1. Далее нажмите по ссылке Shared Folder и добавьте новую общую папку Create. Укажите имя, описание. Установите отметки. Вскрыть общую папку из своих сетевых мест, а также скрыть файлы от пользователей без разрешения. Next. В разрешениях дайте доступ только для вашего пользователя. Затем выберите разрешение NFS. Здесь нажмите создать. Введите IP адрес вашего хоста ESXi и нажмите ОК для подтверждения. Запомните точку монтирования. Она указана здесь внизу. Итак, сетевую папку для бэкапа мы создали. Теперь переходим к настройкам хоста. Открываем админ панель ESXi. Хранилище. Новое хранилище. В открывшемся окне выберите тип NFS Data Store и нажмите Next. Далее задайте ему имя. Укажите IP адрес хранилища. В моем случае адрес Synology NAS. И укажите папку ту, которую мы запомнили. Выбираем NFS 4 и указываем логин и пароль с правами доступа записи. Next и Finish. После новый датастор появится в этом окне. И вы сможете настроить резервное копирование на новое место. Для этого нужно сменить конфигурационный файл. И если потребуется файл скрипта. Добавим новое место хранения. Укажите адрес NFS хранилища. И укажите каталог. Если после изменений конфигурационного файла ничего не изменилось, нужно еще добавить данные настройки файл скрипта. Для восстановления данных с бэкапа нужно ли скопировать файлы с бэкапа в нужную папку виртуальной машины. Или зарегистрировать новую виртуальную машину с бэкапа. Virtual Machines, CreateRegisterWM, Register and Exist Virtual Machine. И указать путь к папке. Заранее папку нужно скопировать в другое место. Иначе она может быть затерта в процессе создания новых резервных копий. В том случае, если у вас возникли проблемы с восстановлением с резервной копией, резервная копия повреждена или отсутствует, восстановить случайно удаленные файлы виртуальных машин с SXI сервера вам поможет программа для восстановления данных Hetman Raid Recovery. Hetman Raid Recovery поможет восстановить данные даже с разрушенного RAID массива при случайном удалении файлов виртуальных машин или форматировании дисков. В автоматическом режиме соберет разрушенный массив из дисков и отобразит его содержимое. Для восстановления запустите анализ и дождитесь окончания процесса. Затем перейдите в папку, где лежали утерянные файлы и восстановите их. Детальнее о восстановлении виртуальных машин с FAMBAR и SXI смотрите в других наших видео. Ссылку я оставлю в описании. В заключении можно сказать, что настройка резервного копирования виртуальных машин и конфигурации системы SXI – ключевой аспект обеспечения безопасности и надежности виртуальной инфраструктуры. Мы рассмотрели несколько методов резервного копирования, включая использование PowerCli и стороннего скрипта GetoVCB. Понимание процесса создания резервных копий важно для обеспечения возможностей быстрого восстановления в случае сбоев или потери данных. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok